Где заработать всего за 30 секунд? Конечно, на Биномо. Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет. Только на Биномо вы можете зарабатывать даже без вложений. Почти моментальный вывод средств. Без депозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы. Убедитесь сами прямо сейчас. И успокоиться. Да, в ЕКБ. Эй, йоу, эй, йоу, как у вас дела? Как у вас дела? Я вот отсыпался после Киева. И вроде бы отоспался. Так что сейчас немножко поговорим. Кое-что расскажу, кое-что обсудим. И... И все такое. Ты-ти-ти-ти-ти-ти-тим... Да, Виктор, я надумал. Так. Гонслад... Гонслад... Вопросы про Гонслада. Этичное начало. короче во первых сижу сейчас составляю сет лист на концерт Вика Б 1 декабря на презентацию поэтому сразу же хочу сказать что всем кто не в курсе вот 1 декабря будет презентация у меня в Екатеринбурге так что пригоняйте так там не плакат там обогревательность не так что махаем все махаем в Киеве очень круто очень красиво и круто так да давай коллег спокойной ночи да я знаю это что не нелепо это Эрнеста сказал такую глупость за это за это я его и вызвал и мы побатлили клуб синдром можешь в общем короче всем кому интересно про концерты зайдите в паблик и там есть в общем сразу клуб синдром 18-0-0 если не ошибаюсь начало дима как дела в лиге второго эшелона а да тоже вот по поводу драга надо будет сказать короче вот мы летели на днях из Киева сидели три часа в Шереметьево я как раз посмотрел и сам батл и мне скинули еще реакцию драга на мои слова сейчас я все в общем все расскажу как все было и что я по этому поводу думаю так что сейчас всю инфу всю инфу мы тут раскидаем с вами по всем поводам значит во первых я же с релиза альбома не заходил ничего ну не транслировал и вообще мне меня порадовала реакция в рамках своего положения которое у меня сейчас очень неплохо единственное конечно хотел я хотел по классике да сделать то есть с релизом какого-то батла выпустить чтобы было побольше внимания к релизу но в принципе по независимому от меня то есть это сделать но с другой стороны так даже лучше более чистый более чистый фидбэк получился без каких-то левых примесей так что я в целом короче доволен тем как альбом зашел мне уже он не нравится сейчас естественно просто я понимаю что для своего времени ну то есть для своего уровня нынешнего уровня который я сделал это вполне заебись альбом и я им доволен я уел от души батл в Киеве да было и на самом деле очень душевно второй сезон 140 мне пока в целом не нравится но есть отдельные персонажи очень крутые тоже это обсудим так худаков худаков худи а короче их 30 штук сейчас партия в общем да так что лучше успевать при заказе делать потому что они могут закончиться то есть они уже там где-то около половины уже есть предзаказов и лучше как бы это если нужно лучше заранее батл в очках потому что нравится так ладно давайте по порядку далее что там было после альбома у нас там РБЛ да с диктацией мне понравился батл на самом деле ну кроме некоторых сбивок вот кроме некоторых сбивок я доволен вот Антон тоже сделал круто единственное я не совсем понял его концепцию в третьем раунде но по панчлайнам да такие которые как бы я бы мог опровергнуть и все такое но кому это нужно в принципе как батл все получилось круто вот по поводу тут спрашивают про реальные события ну это такая тема что есть часть реальных событий есть часть какого-то творческого преувеличения тут все как мозаика смешано тут нет чего-то прям вот это вот реально то есть нет я не залезал там в дом своей бывшей и не разговаривал с ее ребенком такого не было но есть всякие пазлы из жизни кто в этом вся прелесть вот естественно я не буду делать какие-то документальные треки то есть есть что-то реально что-то нет такая тема короче вот так по поводу Белл по поводу Версуса по поводу Версуса мне просто не совсем мне не совсем понравилось как я выступил то есть были места хорошие были места где я сбивался не знаю из-за чего потому что что может быть атмосфера ну не то что атмосфера именно то что новая площадка и как-то нужно еще привыкнуть да очень жалко вот про мертвую душу там я сбился с ритмики это прям меня очень расстроило мне хотелось телефон нахуй потому что было очень обидно вот эти моменты меня расстроили собственно что я там где-то подзавафлил но в целом в целом мне нравится да да и вот по дереву трижды да вот тут все правильно вот по поводу так по поводу реакции драга да я смотрел мне мой кореш скинул говорит вот посмотри таймкод там про тебя я посмотрел ну что сказать что сказать что сказать сейчас все скажу так сейчас одну секунду что сказать что сказать сразу сразу расскажу о том как там все было чтобы не было таких мыслей по поводу того что там я беспричинно что-то там говорю еще в прошлом году мне предлагали побатлить на версии но я был в турнирке 140 и это я сразу же сказал что я бы хотел побатлить с драга потому что считаю что он очень крутой что он умеет батлить он знает как батлить он круто рифмует он делает неплохие панчи ну и в целом грубо говоря такая вот и ну вот я просто это сказал и потом уже когда уже что-то более конкретное где-то летом вот в этом году начало складываться опять же были вот эти обсуждения с кем и я опять сказал ну вот драга было бы очень круто и я типа чувак давай сделаем батл ты типа делаешь круто я думаю будет круто потому что я тоже постараюсь и он меня проигнорил абсолютно то есть не ответил я знаю что через других людей там были какие-то разговоры но в итоге ноль реакции и я обычно короче удаляю переписки там неактуальные и все в таком духе я удалил переписку то есть я видел этот стрим что он сказал переписку да я ее удалил я ничего не скрываю я ему респектовал говорю чувак ты ты крутой давай забатли я ее удалил потому что ну какой смысл вот что типа надо это все решать с глазу на глаз как решать это с глазу на глаз если влс он мне отвечал через других людей тоже никакой реакции не было как каким образом можно решать это с глазу на глаз я не знаю так как я живу в россии даже не да грубо говоря здравствуйте так 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 плюс как бы здесь я хочу сразу расставить все точки и я не любитель всей вот этой около батловой хуйни знаешь типа там всякие вот эти левые ваебоны в батле я исключительно высказал своего мнения о том что драга делал раньше пиздато сейчас он делает не очень пиздато и я считаю что я бы его разъебал вот и все исключительно вот как эмси никаких там личных оскорблений там по поводу личности там характера ну вот именно как самого человека не было потому что мне это нахуй не надо потому что я говорю исключительно в контексте рэп батлов в контексте эмси ничего лишнего я себе не позволял и там были какие-то слова что вот там про эми офишел я не знаю что эми офишел говорил про драга и что он там перед ним извинялся я считаю что вот это было эми офишел перед мной извинялся типа такой намек я считаю что мне извиняться вообще нахуй не за что потому что здесь я опять же говорю что я уважаю этого человека но и я именно этот это даже не был вызов это просто я просто высказался считаю что это был бы пизда ты battle потому что мне неинтересно батлить с теми кто я не считаю крутыми эмси единственное что если круто эмси было бы круто то что он считает обо мне это ну это окей это как бы я не удивлен я считаю это предвзятость я считаю это предвзятость типа типа Скажу, что он хуёвый чувак, камон. Типа, мне похуй, я не отказываюсь от своих слов, драга пиздатый батл MC, его батл с алфавитом мне не понравился, то, что он говорил там про, про что там было, про то, что там задержка, но, во-первых, я этого не знал, во-вторых, тут дело даже не только в задержке, вот. Вот, площадок, реально, вторая лига, чё, то есть вот по факту первый сезон 140 BPM, он принёс столько хайпа батлам на битах и столько внимания к ним, и там было столько уникальных, как минимум, как минимум, как я лично считаю, Диктатор. Найдите мне аналоги этих батл MC, вообще, в российском батл рэпе, вы их нахуй не найдёте, и говорить что-то про, про какую-то там тараторку, типа, вот, я не понимаю эту тему, про тараторку, например, знаете, вот, если брать, это вот очень любят комментаторы, кстати, говорить, да ты, тараторит, у него тараторка, чуваки, рэп это тараторка, в целом, то есть, что такое тараторка, может кто-нибудь мне сейчас какое-то определение тараторки сказать, вот, мне очень интересно, что значит, блядь, тараторка, вот, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чего, для меня это очень странно, говорить про тараторку, ноунейм, ноунейм, да, ноунейм тоже очень крутой, я считаю, тоже подобных MC очень мало, так что, как бы, говорить про какую-то там второсортность, и это предвзятость, чуваки мне абсолютно похуй на, там, какая какая площадка, да, то есть, я могу признать, что на всех площадках есть пиздатый MC, на Versus есть очень пиздатый MC на RBL, на 140, да, то есть, там, нарвать на битах мне не важно, что за площадка, если MC пиздатый так что ну, то, что, типа, неинтересно со мной батлить, ну как бы, дело, дело ваше, я предложил вот и все тут, я считаю, больше особо говорить не о чем ваше, так что зайти, да, но вот и все